Бешенство, или как называли эту болезнь, раньше водобоязнь, это смертельно опасное инфекционное заболевание. Передается через слюну, чаще всего при укусе больного животного. В большинстве случаев это лисы, однако бывают и другие лесные обитатели, и даже домашние питомцы. По городу Бресту за истекший период 2017 года зарегистрирован один подтвержденный лабораторный случай бешенства у лисицы в гаражном кооперативе Прибужье-2 по улице Карьерной. И один случай на территории Брестского района в деревне Михалин Родванического сельского совета. Бешенство было и остается проблемой актуальной. Случай в Мозыре прямое тому подтверждение. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание регистрируется в 167 странах мира. Около 10 миллионов человек ежегодно подвергаются нападениям животных. Около 4 миллионов получают затем антирабическую помощь. Первые симптомы болезни – повышение температуры, боль в месте укуса и угнетенное состояние. Но проявиться они могут не сразу – инкубационный период до года. Однако до проявления болезнь доводить не стоит. Сегодня лекарства, способного вылечить бешенство, не существует. А потому, как только инцидент произошел, необходимо обратиться к врачу и пройти профилактический курс. Вам нужно место укуса очень обильно обработать мыльным раствором, хорошенько промыть и сразу же, возможно, какой-то, если есть у вас бинт, то наложить на вот это место, замотать и сразу же обращаться либо в травмпункт, либо в поликлинику, либо, если это сельская местность, это ФАП, амбулатория, все, что угодно, все, что у вас там есть поблизости. И там уже на месте не ждать, сразу же идти к медработнику, рассказывать всю ситуацию. Если вы увидели дикое животное на улице населенного пункта, ни в коем случае к нему не приближайтесь, не пытайтесь словить или погладить. Обратитесь за помощью к специалистам. Если встречается дикое животное на каких-то подворьях, либо в городе, это уже наталкивает на мысль, что животное уже неадекватное поведение у него имеется. И, скорее всего, оно уже заражено вирусом вешенства, ни в коем случае нельзя его трогать, ни в коем случае нельзя самостоятельно как-то его убить или там словить. Необходимо обратиться к ветеринарным специалистам. Если это город, то горвет станция, если район, районная ветеринарная станция. К слову, правило не тронь актуально и для домашних животных, о которых вы ничего не знаете. Внимательно стоит относиться к играм детей. Не давайте им гладить уличных кошек и собак. Своих четвероногих друзей также важно защищать, регулярно прививать от беженства. Детки, они часто не понимают просто. И вот играются, сунут руки к этим котикам-собачкам. И это очень часто неизвестные собачки, они хотят с ними поиграться. Ну а собачка это такое дело, что она не понимает. Она не понимает, она может резко наброситься играючи. И кот, и любые там морские свинки и так далее. Вот, поэтому лучше, во-первых, родителям лучше смотреть за детьми. Не допускать, даже если там дружелюбное животное, все равно не нужно. Вот, и уже если действительно произошло такое, то не отказываться от прививок. Все равно сделайте.